Так, запись пошла. Всем привет! Сегодня у нас 25 мая. Вот, тема такая. Первая причина такого лайва это, конечно, то, что у нас индусские умельцы, бангладешские и так далее. Немножко сейчас остановилась работа по продвижению действительно сложности. Я там скидываю на данный момент. Единственное предложение, которое сейчас у меня есть. Не знаю, попробовать можно. Ребята, предлагать за 1200 долларов запустить на абонентской плате, обращу внимание, это месяц. Но опять же, мы тоже на месяц как бы брали. Наверное, можно месяц поработать, а там бросить все эти дела, посмотреть, что останется. Я не знаю, ничего не могу сказать. Многие спрашивают, не знаю. Но в любом случае, сейчас они практически забесплатно, там, все ключи поднимают. Вот, сейчас они просят 1200, 5 человек на пробу. Чтобы потом именно эти люди рассказали отзыв вообще. Какой результат, как, что произошло. Так что, если интересно, обращайтесь. Вот, но мы идем как бы, как всегда, не одним путем. Вот, я на эту ставку не ставлю. Ставлю ставку на стандартные методы работы. Это отличный листинг, как меня спрашивают. А что вы можете сейчас на данный момент? Или вообще, в принципе. Я считаю, мы можем, и мы все можем это делать. Это нормальный, нормальный листинг. Качественный. Кто-то... Я не люблю, почему заказывать у... Особенно в Fiverr. Потому что я этих людей не знаю. Как они работают, не знаю. Вот. И то, что они там сотням людей не могут в день фигачить эти листинги. Это понятно, что они там на аутсорс также отдают. Все это и какое-то качество, и какие кейворды они подбирают. Меня смущает одно. Так как они не занимаются непосредственным продвижением, меня это не интересует, соответственно. То есть, я работаю с теми, кто делает полный комплект. То есть, вот начало до конца. Если они это не делают, мне это неинтересно. Из-за этого я и в нашей консультации всегда именно даже заставляю, наверное, некоторых людей, которые могут себе позволить спокойно купить эти листинги, чтобы они научились делать это сами. Потому что если ты сам не знаешь, как это делать, ты не можешь адекватно проверять чужую работу. И непонятно, за что платишь, в принципе. Вот. Надо все уметь самому. Вот. Пускай это будут наемные работники, которые будут это уметь делать. Во-первых, на этом можно сэкономить, там не платить эти деньги. А во-вторых, самое главное, что можно проконтролировать работу. И понимать, что от чего зависит. Вот. Когда мы делаем классный листинг, все, у нас это есть. Отличные фотографии надо тоже не забывать. Правильная цена входа. На данный момент я для себя вижу цена входа правильная. Это так, как мы на подарки упор не делаем. С ними много вопросов, проблем. На коробке тоже и все остальное. Они не должны для меня лично удорожать. И в любом случае, даже если все это у меня есть, я все равно должен быть, должен предоставлять самое выгодное предложение. Самое выгодное предложение для меня, в первую очередь, это цена. Хотя, конечно, можно удорожить подарками всем остальным. Но в любом случае, я считаю, это цена. Ценой мы можем дать самое выгодное, интересное предложение именно в своем ценовом диапазоне товаров. То есть, нам не надо быть самыми дешевыми или самыми дорогими. Нам надо быть среди равных товаров, предоставлять самое интересное предложение на старте. Так как у нас ни отзывов пока нет, ничего. И после того, как мы определяемся с ценой, мы начинаем уже двигаться дальше. А это, естественно, получение отзывов. Очень многие, очень много раз я уже про это говорил, считают, что основное – это получить эти 15 звездочек, запустить ППЦ или еще что-то. Я не знаю. Для меня это было никогда не самое важное. Может быть, на начальной стадии, когда мне тоже это говорили, мы смотрели все в одном месте все это дело. И для меня важно это продвижение. То есть, даже с тех же 15 наших отзывов максимально продвинуть ключи. Если до начала мая, в принципе, в среднем было из 10 ключей, мы раздавали, получали один низкочастотный ключ. То есть, раздаем по заданию определенному, чтобы человек заходил без супер-юрлов, без всего вот этого добра, а именно действительно органически, чтобы делали покупки. Единственное, на старте мы делали, Сергей делал этот выкуп через Инстаграм. Сейчас через вот этот Storefront, или как он там называется, через вот этот SuperURL. В принципе, это удобнее искать меньше надо, да, Сергей, чтобы проиндексировался? Ну да, быстрее, тем более, как ты думаешь, что надо через этот Storefront. Мы так и делаем. Но мы только приступили к этому. Да, но это удобнее просто. Мне кажется, быстрее. То есть, вот эти первые 5 выкупов можно через вот этот SuperURL сделать, но потом все равно переходить на органик. В любом случае, потому что это более правильно, это более органично, ну не знаю. В любом случае, я считаю, это так. И у нас получается по правильным заданиям мы продвигаем реально ключи. Отзывы сами по собой подтягиваются. К чему я все это клоню в конечном итоге? Наша группа, вот эта вот, которая по ревью, я вот в шапке этого видео, если прямой эфир, там сверху. Ну, я сейчас могу ссылку скинуть в чат, еще раз ее. Вот эта группа основная по ревью. Она у нас давно уже, в принципе, на начальном этапе. Мы с Сергеем ее создали. Вот, он там является админом. Достаточно успешно она быстро развивалась, интересно было и нормально. Но возникло много проблем, связанных с жалобами на недобросовестных ревьюеров, которые брали деньги и не делали отзывы. Или какие-то проблемы возникали. У нас тоже бывает, на нас жалуются, наверное, какие-то там сложности возникают. Мы стараемся решить. Но мы как бы на виду, и нам фаршмачится не очень-то к лицу. А есть люди, которым все равно, там, какие-то непонятные аккаунты, он сегодня его закрыл, но другой аккаунт работает. Я не знаю. И вот после многочисленных жалоб, и меня добило еще то, что Сергей Греймни сказал, поменяй название группы. У нас там ревью было написано Amazon, что там амазонские сотрудники туда ломанулись. Просто реально я многих банил. И просто реально с Амазона люди вот в это, то есть они так же, не знаю, что там по-русски они соображают или нет, но в любом случае несколько человек мы им забанили. Вот. И последней каплей это был, когда наши доброжелатели в кавычках прибежали в нашу группу и начали всем нашим ревьюерам предлагать делать ревью еще для их товаров. Так что сейчас мы эту группу открыли, больше мы, наверное, никаких движений не хотим делать. И вообще смысл той группы именно в том, чтобы постепенно убрать всех вообще посредников. То есть я понимаю, можно сказать, да, мы сами на этом зарабатываем. Но еще раз говорю, я с удовольствием бы не зарабатывал бы ни копейки. И Сергею этот геморрой тоже не нужен. Вот эти 6 долларов – это не заработок. Надо зарабатывать на другом, на сервисе, на там, я не знаю, каких-то других вещах. Но идея, идея основная – это действительно постепенно перевести это именно в такую русскоязычную большую группу, которая действительно закинул туда свой товар или написал там скрин какой-то там, фотографию. Вот раздаю такой товар. Вот. То есть как англоязычные вот эти группы и все остальные работают. Вот. Мне нужны вот заставим плюсики, заходим, работаем. Кто непосредственно накосячил, не написал отзыв и так далее. Банны всегда просто и все. Вот. Мы многих знаем, тем более там, кто, например, группами этими работает, кто по многу отзывов делает. Да они реально написаны даже. Дмитрий, там прямо реально написано, что они работают на Амазоне. Я, конечно, понимаю, что они, может быть, просто недальновидные, просто у себя в аккаунте начали торговать на Амазоне, написали, что они сотрудники Амазона. Ну, не знаю. Вот. Я предлагаю именно сделать группу, вот постепенно ее выводить на то, чтобы действительно скинул, что у меня есть товар такой-то. Ребята, кто хочет купить? Все. Почему мы брали деньги все это время? Потому что это реально, это реально геморрой. Вот эти перевести деньги, за них отвечать и все остальное, мы не знаем, как это гарантировать. Сергей там гарантирует. Ребята, которые, наверное, этим занимаются, гарантируют. Я не знаю. Но постепенно, постепенно, и мы будем продолжать. И Сергей, я думаю, за бесплатно в любом случае этим заниматься не будет. Вот. Ну, еще раз говорю. Но постепенно, постепенно. Я приглашаю всех, потому что мы приглашали свою команду набирать. Сил не хватает, людей не хватает. Сейчас нет возможности продвижения. Вот я сейчас товаров запускаю. Шесть товаров мы запускаем. Каждый товар у нас идет от 500 до 1000 юнитов. Я считаю, что на старте, так как индусов нет, я с удовольствием раздам по 10%. 10% это, соответственно, у нас получается, вот у меня сейчас сколько идет там, наверное, около 5000, так, 6, ну, где-то 4000 юнитов. А, 4000 юнитов, то есть мне надо раздать 400 по позиции. Да, некоторые товары у меня как бы одинаковые, похожие. То есть я могу продавать сразу одному покупателю, два товара отдавать. Но тоже в рандомном виде я не могу себе продать по два. Вот. Из-за этого у меня реально, даже у меня нет таких возможностей. То есть, да, я знаю там как минимум там, ну, 100 человек. Вот. Ну, 100 человек я раздам. Но я не могу кардовым раздать, а мне надо 400 раздать. Вот. Из-за этого у нас мощи не хватает. И мы сейчас, если мы это не сделаем все вместе, вот, и просто не будем друг другу помогать, сделайте левый аккаунт. Я понимаю, что, например, если я сейчас под своим аккаунтом начну товары сдавать, будет забавно. Вот. Из-за этого хотелось бы, наверное, ну, я даже не знаю, как это сделать. Вот честно могу сказать. Подумайте, предложения какие-то скидывайте. Та группа постепенно сама по себе развивается в любом случае. Вот. Я объяснил, почему мы ее закрывали. То есть у нас нет никакого там конкуренции или еще. Мне вообще все равно. Я с некоторыми ребятами, вот, они рекламируют. Я единственное прошу всех в той группе, все вот эти, хочу, хочу сделать отзыв, хочу получить отзыв. Просто там. Ну, в главной группе у нас и так столько здесь всякой информации, рекламы и не поймешь чего, что не хотелось захламлять. Постепенно буду и здесь, наверное, убирать, раскидывать как-то. Вот. Потому что реально много всякой такой непонятной информации идет. Вот. Из-за этого хотя бы вот эти две группы, вот, действительно, за ревью туда следить. И плюс там действительно, наверное, мы с Сергеем начнем ту группу чистить. Ну, не знаю, короче. То есть по-хорошему надо, чтобы живые аккаунты были. Потому что если мы под левыми аккаунтами будем брать, там опять какие-нибудь аферы пойдут. Если мы будем делать под белыми аккаунтами раздавать товар, ну, будем знать друг у друга какой товар. Ну, в другой стране какая хрен разница. Я вот не знаю. Я, я, я. Да, Сергей и так знает там товары. 50 человек, 70 одним и тем же. Ну, грубо говоря. Да, я торгую, я знаю такое количество товаров. У меня колпак едет от этого. А толку от этого никакого. Вот. О карасев. Так что, наверное, да, наверное, мы сделаем тогда таким образом. Сергей займется очисткой просто этого аккаунта. Будем в ту группу добавлять только живые аккаунты, у которых есть друзья и все остальное. Вот. Потому что, ну, другое, другое. Не получится 4 тысячи аккаунтов просмотреть. Нет, нет, нет. У нас там всего полторы тысячи. Ну, новых, новых не будем пускать. Новых будешь тогда... Да, новых будешь просто проверять по ревью. Чтобы просто были, поймите правильно, чтобы были нормальные живые аккаунты. Не так, чтобы боты приходили. Будем банить за то, что если будут какие-то проблемы. То есть, жалуйтесь Сергею, жалуйтесь мне. Ну, если какие-то проблемы возникают, будем как-то влиять на это. Ну, и еще раз говорю. Основная идея. Основная идея. Это просто именно открытый доступ в плане того, что мне нужен аккаунт, мне нужны отзывы, я знаю, куда пойти. Вот. Правила. Правила можно прописать. Условия, как делать отзывы. Вот. Правила можно прописать достаточно просто. Неких сложностей особых нет, мне кажется. Это элементарно. Болванку мы сделаем. То есть, в основании группы это... Я считаю, что надо делать. Это, опять же, тоже Super URL генерируете. Вот этот Stormfront, или как он там называется. Потом, соответственно, делаете переход по ключевому запросу, когда он начинает индексироваться. Переходите на эту страницу. Можно видео, в принципе, снять из каких-то проблем, кто не знает, как это делать. И в конечном итоге, я считаю, самое положительное действие – это написать вопрос. Можно там тот же вишлис добавить, ничего страшного нет. Никто за это не убивать не будет. Вот. Если у вас будет органическая покупка. Можно даже попросить на следующий день купить. Люди разные, работают по-разному. Вот. Ну, еще раз говорю. Каждый может задание по-разному делать. Сергей лучше меня это знает. В принципе, можно расписать. Я потому что именно как пользователь этим пользуюсь в первую очередь, а не как... Я не знаю, наверное, больше него, мало кто этим... Да, ну, ладно, я тоже, ну, техническая работа, в принципе, точно. Ну, в любом случае, много-много этих аккаунтов прогнал. Ты знаешь, какие там нюансы, какие сейчас проценты. У нас больше нюансов, конечно, про тем, кто пишет отзывы. Ну, это исходя из практики, да, у нас есть человек, который говорит, я напишу отзыв только тогда, когда мне придет писательный отзыв. Все правильно. Нет, ну, там моменты много всяких, понятное дело. Мы можем проголосовать, голосовать за лучшие отзывы, поднять отзывы, опустить отзывы плохие. Мы можем поднять там, то есть, рейтинги. Это все понятно. Я говорю, вот эти именно технические моменты, но это мы можем сделать только в одном случае, если нас будет много реально. Будь у нас там реально активных тысяча человек, е-мое, надо мне вот эту ссылку скину, проголосуйте, пожалуйста. Мы это, я вижу это в скайп-чатах, я вижу там-сям, ну, там, блин, 100 человек, из них там 20 активных. И у нас там в группе такая же история, и здесь также, даже в главной группе. Просто я хочу развить вторую нормальную полноценную группу, заточенную исключительно вот на эту специфику, так скажем. Эта специфика очень важна. И мы реально стремимся сэкономить деньги всем. Оно, нет в этом никакой необходимости. Просто убрать посредника в принципе. Если будет много людей, которые сами понимают, что они торгуют, им не впадло просто купить товар. У меня сейчас даже ситуация такая, что мне не надо везде отзывы писать. То есть, бывает такая ситуация, что просто невозможно. Если ты очень агрессивно начинаешь торговать, ну, 50% над отзывами, чтобы написали хотя бы. Но нельзя сразу, если там писало много товаров, например, писали с этими, с отзывами. То есть, лучше просто даже по органике выкупили. Вот продвижение. То есть, что вы индусам платите, что за продвижение. Естественно, дорогие товары так не пойдет, но дешевым товаром это нормальный вариант. Вот, в принципе, что хотел, сказал вроде. Сергей, дополни, расскажи, какие сейчас сложности по отзывам. Что-то сейчас в прохождении модерации, в первую очередь. Потому что у нас уже база людей есть, приходят, уходят, но в основном стабильно все те же. И сейчас столкнулись с проблемой в том, что отзывы в Амазоне принимают. Ну, я, в принципе, нашли мы, в чем загвоздка была по определенным товарам. Ну, смотрим дальше, тестируем, потому что как-то они такой же порядок, как перед Новым годом. Вот тоже многие отзывы удаляли, не проходили модерацию. Один отзыв в ноябре написали. Прошел модерацию в начале января. Угнулся. И основная проблема – это то, что не проходит отзывы. Большинство из 10 выкупов, я же пишу уже сейчас в 7, прямо, что 6-7 отзывов проходят. Если раньше было 8-9, то сейчас 6-7. Будем смотреть дальше. У нас есть там возможности, да, мы делаем по товару выкупы без отзывов. То есть товар выкупает, покупается, но отзывы не пишутся. То есть разбавить те выкупы, с которых напишутся отзывы. Там есть сейчас возможность насыпать, как говорится, отзывы без выкупа. Но это тоже, наверное, до поры до времени. Потому что рано или поздно, наверное, ну, тут можно только гадать. Поэтому, да, в первую очередь, конечно, будем рады знакомиться и группу, и все те, кто пишет отзывы. Потому что те, кому надо отзывы, намного больше. Не всем, конечно, всегда есть возможность ответить и тому подобное. Но это больше, наверное, за свою специфику сейчас, чем за выкуп. Ну, и в общем так, что тех, кому надо написать, больше, чем тех, кто пишет. Ну, расскажи, вот, например, одна причина. Вот даже до такого дошло, что у нас американские наши обзорщики, один к другому в гости пришел и Wi-Fi им воспользовался. И нам теперь это самое. Вот расскажи вот эту историю. Не, ну да, мы с ребятами так пообщались, пришли к выводу, что это из-за этого. Ну, два товарища, и Wi-Fi, видать, общий цепанули, но без задней мысли, и все. И потом на товаре начали вылазать, вылазать, определенные нюансы, не проходить возраст. Ну, теперь мы это знаем, теперь одинаковые товары мы раскидывать не будем. Опять же таки, мы со мной это дальше смотрим, они там свои товары покупают, смотрим. Все, это ж не за день пройдет. То есть, это, ну, это человеческий фактор. Вот, если я мне пишу, да, почему, у меня нет двух отзывов. Ну, потому что, ну, человеческий фактор, человек уехал, заболел, у нас был, да, тоже. Заболел человек, все, не выходит на связь. Ну, и через 10 дней появился, сказал, ребята, да, все, напишу. То есть, написал все. Все, загвоздка вся, и, как бы, плюс, в то же самое время минус, это человеческий фактор. Мы, теми обзорщиками, мы не начальники, не руководители. Мы их, как же самое, просим. И мы им идем потом на встречу. Они напишут отзывы, говорят, Сергей, не надо отзывы. Ну, конечно, мы делаем отзывы полностью по себестоимости, раскидываем. Ну, просто, да, сейчас проблем... А тот, кто один отзыв написал, а тот, кто на постоянной основе все, говорит, поможешь. Ну, конечно, поможешь. Какие тут вопросы. Да и так они же, в принципе, все друг друга знают, кто с нами напрямую обращается. Да, ну, тут Карда, да, Карда выбирает свое. Там, может, еще раз говорю, идея была, видео именно, она назрела, продвижение застопорилось у многих. И реально, что, пейперклик остался и отзывы, то есть, ну... Ну, как Денис, да, говорит на своих курсах, да, о том, что там 10 выкупов одномоментно. То есть, вот действует, действительно протягивает. Ну, действительно, вот мы видим, бывает, у нас даже человеку делаем, не спеша делаем, выкупаем его товар, он говорит, не абсолютно. Он уже там, у него слить надо, там, выкупаете, кто хочет его взять, кто не хочет, да. И то, он говорит, он в рейтинге растет, то есть, и мы выкупаем его не по одному, где, не по графику, а там, грубо говоря, один в три дня. Ну, кто говорит, да, давай, ладно, выкупаем этот товар. И то, он говорит, у меня уже, я вижу, что, как бы, больше идет оранжение. Есть товары, которые не получается зацепить органику. Яс. То есть, 10, ну, сейчас, 10-15 выкупал. Он говорит, да, когда выкупали, есть, когда перестали выкупать, прошло 2-3 дня, все, ну, все опять откатывается. Ну, есть такие, которые он, один, выкуп два делаем, товар востребован, и все, и он говорит, давай, там, уже, насколько хватит денег, цену поднимает, и уже идет. Ну, по-разному. Сергей, вот, смотри, Алекс правильно написал, что, главное, чтобы сам выкуп прошел. Выкупы проходят все. А если уже потом отзыв. Разнозначно. А если выкупаем или возвращаем деньги, это даже не обсуждается. Отчитываемся ордерами, отчитываемся ордерами. Да, ни разу, никто не может мне сказать о том, что я не верну им денег или не предоставил органику. Может, есть какие-то нюансы? Пишите прямо сейчас под видео. Я все тоже не могу. Ведем таблицы, отчеты, вернем, подверим. То есть, тут даже не обсуждается. Нет, там один раз заблокировали что-то перевод у нас какие-то, несколько раз такой был. А нет, ну потому что в SMUnion уже не было возможности принимать, потому что уже столько его приняли. Потому что у меня уже обороты, я уже думал, что у меня налогово скоро скажет. Ну вот, я из-за этого и говорю, что просто, действительно, мы делим это на две части. Это выкуп, это органический выкуп, это продвижение. И второе, это SEO. И второе, и второе. Это только отзыв. То есть, из-за этого надо тоже понимать. И правильное продвижение, чем более у вас четко заточен листинг под данный вид продвижения, вот, тем лучше. Потому что, например, по ПЦ, вот мы сколько разговаривали, там интересно очень много ключей. То есть, реально вот эту кашу набирать. То есть, чем больше, тем лучше, чтобы зацепиться за что-то и вылезти в каких-то. То я лично при раздаче придерживаюсь, наоборот, маленького серстерма. И узко специализировано. Вот, Александр пишет. Сам столкнулся с такой ситуацией из заказанных у Сергея отзывов. Но я все понимаю. Главное, что выкуп прошел, и есть ордера. Так, значит, дальше. Был выкуп, отзыв прошел, но не верифай. Почему? Есть такая ситуация? Бывает такое? Александр, зачем? Да, как раз сейчас по Алексу по товару, да у нас сколько? Четыре отзыва есть. Два еще сейчас, по-моему, два или три в пути. Ну, такой товар многие отказывались. Ну, говорят, что... А вот, про верифай расскажи. Не, не верифай, это у нас. Вот, видишь, и органика пошла. Ну, вот я говорю, вот чем мы занимаемся, на самом деле. Да, я понимаю, что у Александра, да, такой товар, потому что мне несколько человек, люди говорили, что он не серий. Я уже, ну, как, много таких, в общем-то, товаров. Я больше не буду озвучивать. Но вот такая была. Ну, вот я тебе смотри, говорю, вот человек пишет. И органик. Мы с ним-то тоже работали. Сергей говорит, что мы все ему выкупили и сопутствующие товары, и попарные, и не так. Ну, пусть давай, Сергей, напиши, будем смотреть, как, почему. Не верифай. Ты не писал, какой отзыв был, не верифай. Именно сошлись на том, что все прошло, все. Нет, я к тому, что вот, действительно, по поводу конкретно этого. Отзывы, реально, отзывы, правильные выкупы. Хорошо, хорошо работает. Хорошо работает для органики, реально. Загадывать нельзя, ничего планировать нельзя. Нет, Александр не спиннеры. Он пишет, спиннеры, нет, не спиннеры. Да, мы тоже пишем, что спиннеры, ребята, мы же не можем. Спиннеры, слюнявчики, чехлы для телефонов. Ну, просто, ну, люди уже говорят, ну, мне уже наши, мы и пишут, говорю, возьмешь товар, даже тот, кто давно уже не брал, спиннеры не возьмем. Мы сразу, говорю, Денис, свет пишем, спиннеры не возьмем. Поэтому, ну. Она клевывается, она клевывается ее, люди, деваться некуда. Мы, единственное, придется упрашивать тех, кто вот нас, все-таки мы кого консультируем, придется, это самое, что-то делает. Ну, а так, конечно, да, тяжело. Ну, реально, реально захлебываешься. То есть, мы реально захлебываемся вот с этими отзывами. То есть, это оптимизировать за полгода не получилось. То есть, если мы начали этим заниматься с начала октября, практически, вот, когда 3 октября накрыли, и где-то вот в этих числах мы как раз Сергеем это придумывали. Вот, как это все замутить. Томанда, в принципе, собрана, да. Но расширяется она тяжелая. Люди уходят и приходят. Уходят и приходят. Уходят. Ну, нет, у меня время. Ну, что я буду. Ну, нет и нет времени. То есть, ну, понятно, доллар мы доплачиваем, чисто символически. Ну, это так. Да, да, да. Тут, е-мое, свои моменты. Вот. И в любом случае. Кстати, у вас там доставка работает, это новая? Почта? Нет, ну, модно кастом не стал работать. Я вот там у ребят разговаривал, кто тянет, экспрессом, кто это морем, потому что по 306 центов, Киев. Ну, это если собирать там посылку определенного объема. Я сейчас буду лично, я, мне интересно, ну, вот, что-то попробую. Сейчас модно каста закрывается, попробую. Понятно. Ну, вот, я говорю, везде свои нюансы, да. В Америке мы все надеялись на какую-нибудь испанскую семью. Вот. Ну, нам не повезло. А, мексиканскую. У нас есть товарищ, познакомить с китайскими ребюшками. Тоже, говорит, тоже у них свои чаты, говорит, витчат. Я. Может быть, больше 500 человек. Говорит, и туда попасть просто невозможно. То есть, один удаляется, буквально за секунду добавляется новый участник. И скидывать товары тоже там как-то они находят понимание. Китайцы и сейчас пишут. Ну, они все на купонах. Все равно китайцы все на купонах. У меня сейчас ревьюеров чуть-чуть не доходит до 20 тысяч. И начали приходить письма. Где-то в какой-то базе все это кино. Так мне просто самому интересно стало. В какой-то базе, ну, не в базе, наверное, где-то есть. Там до 50 тысяч. И мне на день по 3-4 письма. Вп3-плееры, наушники. Сейчас вп3-плееры. Что-то все китайцы подозревают. Вп3-плееры. Очень много товаров сейчас на продвижение. И реально, когда были, все понятно было. То есть, мы что делаем? Оптимизируем лисинг. Четко затачиваем. То есть, он очень узко специализирован под наше продвижение именно. Уже отработано. Потом мы запускаем вот эти раздачи точечные по определенным фразам. После этого часто очень бывает органика. Она часто небольшая, потому что раздача не бешеная. То есть, там человек, не знаю, 20-30 штук раздал и получил какую-то органику. 5-10 штук. У кого как? У кого и 30. Ну, по-разному. Стабильности на начальном этапе все равно не хватает. Но весь смысл в том, что мы всегда подстраховывались индусами. То есть, когда у нас классная органика, классная конверсия, когда мы после раздачи, мы на этой волне с нормальным количеством отзывов можем еще запустить индус. Ну вот, потому что ППЦ я всегда запускал на второй-третьей поставке уже с дохода. То есть, я ППЦ запускаю для того, чтобы увеличить продажи. Не для того, чтобы их начать, для того, чтобы увеличить. Вот. Сейчас индусов нет, подстраховаться нечем. Приходится подстраховываться уже ППЦ, подтягивать намного раньше. Вот. Ну, я говорю, или намного больше раздавать. По деньгам, приношу... Что, если параллельно, то оно еще где-то как... Не, ну, в любом случае, да. Сейчас, кстати, по продвижению, да, можно заливать точечно на трафик. Но это дорого, непонятно. То есть, мы все равно работаем над индусской системой. И сейчас, вот я говорю, пошли письма. Сегодня вот как раз нам с Китая сказали, что А9 взломали там китайцы ее. Вот. Ну, посмотрим просто. Сейчас сами увидите, когда у вас в почте появится опять Бангладеш с индусы, которые что-то последние, там, 2-3 недели их нет. Вот. Значит, система начинает работать. Ну, и наши тоже разберутся. Большого май надо. Отзывы без выкупа. Ну, что ты, Денис, скажешь из-за отзыва? Отзывы без выкупа. Я знаю одно, что есть отзывы без выкупа, которые удаляются часто. И есть, которые удаляют, практически не удаляются. Как бы там ни было. Технологии их написания, это опять все то же самое. Пишется кровью. Ну, удаляются вот как... Люди, которые гарантируют эти отзывы, они просто взяли с вас денег, написали вам отзывы. Потом, когда у вас, если их удалили, они, соответственно, их докидывают сверху. Вот вся система. Я не вижу ничего зазорного в этом. Ну, просто должен быть процент. Должен быть какой-то процент, да. Мы также их делаем, отзывы без выкупа. Никаких проблем нет. Вот. Просто это должен быть какой-то процент. То есть, не надо... Просто вот тогда, вот как мы рассуждали, Денис, да. То есть, параллельно выкупы, выкупы на отзывы, наверное. Нет. Схема такая, в идеале. Идеальная схема такая. На старте. Когда мы только запустились, первый там день, мы, соответственно, пошла у нас органик через эти отзывы. Нам там пишут вопросы. У нас отзывы, звездочки, подтянутся не раньше, чем через неделю. Если правильно все делать, а то и через 10 дней. Соответственно, мы на второй, на третий день начинаем заливать отзывы без как раз выкупа. То есть, залили там два, три, четыре, пять, ну, смотря какие там у вас продажи, то есть, сколько вы генерируете. Нельзя одну продажу делать в два дня, например, и по пять отзывов каждый день фигачить. Ну, то есть, в соответствии примерных продаж, там, на начальной стадии, грубо говоря, можно залить эти 10-20 отзывов. Потом пошла органика, подтянулась. Потом, соответственно, где-то между еще можно подлить. И под конец, когда органики еще подлить. То есть, в принципе, можно, ну, максимум, это, грубо говоря, 30 заказали с выкупом, 30 без выкупа, это максимум. А лучше процентов 40, там, не больше. Ну, вот, как Никита говорил, он там по этой, как его, по системе-то какой он там. Ладно, что-то из главы вынесло. Вот, не будем отвлекаться. Смысл такой, что просто ограниченное количество отзывов. То есть, в любом случае, мы не сможем без ограничения. Вот такая история. Что, давайте по вопросам. Удаляют? Многие не удаляют. В любом случае. Вопросы тоже удаляют. Да, да, Фибоначчи, да, через главы вылетело. Вот, и, соответственно, если по его принципу, тогда просто большое количество надо закидывать. А нам его нужно там было. Да, там нереал просто. Нереально. И из-за этого надо в любом случае нам ориентироваться на то, что есть. В основном мы делаем органический выкуп один в день в среднем. Это максимум. Вот. Бывает два дня в три. То есть, два выкупа в три дня, например. То есть, мы, у нас нет рандома. Мы стремимся именно растягивать. Во-первых, сами поймите. Один выкуп в день. Органика зацепится, предположим, там, когда-нибудь. Мы делаем один выкуп в день, предположим. Отчетность и все оттягивается у нас достаточно долго. Да, мы увидели, что мы, например, попали на первую страницу. Мы, естественно, начинаем по-другому ключу делать продвижение. А если мы будем делать, например, массово там, я не знаю, по пять или волнами каким-то, просто неэффективно будет. Потому что мы не увидим, что мы выстрелили на первую страницу. Ну, если, конечно, бюджет позволяет, если мы высокочастотники будем двигать, то да, там, конечно, волнами лучше. То есть, много-мало-много-мало, да, просто такого количества людей нет. И я все равно двигаю. Когда товар дорогой, просят выкупать товар, когда он его включает, человек, да, и отправляет не товар, а что-то взамен. Ну, понятно, по весу, соотношение веса. Да даже не по весу, человек отправляется, в гос. оббивает трек-номер, как со стороны, он со стороннего склада подает. Да, вот, то есть, когда человек за ним понижает цену, да, у него товары на складе Амазон, тогда более-менее все нормально. Но бывает из байбокса вываливается, но бывает из байбокса, если дорогие товары вываливается. Да, берем, все в пару раз, но это организовать 10 человек за час, чтобы они выкупали, но это сейчас, наверное, не так. Кто уехал, кто еще, что-то у ребенка заплачивает. Ну, мы пару раз попробовали, и потом отказались, потому что, ну, это действительно просто тяжело в этом плане. А еще, когда человек отправляет со стороны от склада товар, просто бивает трек-номер по заниженной цене, то и отзывы вообще не притянули. То есть, у нас было три подхода таких, у него три товара разных, но в одной категории. И на два протянулось, а на одну пятерку не протянулось. Так, так, хотел добавить здесь как раз. Так, на продавца отзывы без выкупа можно или нельзя? Нельзя. На продавца только с выкупом обязательно. Я не знаю, потому что мне говорили, что делают, я не знаю. Ну, а зачем? Ну, зачем? Ты возьми товар какой-нибудь за доллар, там, за два. Не, ну, это понятно. Ну, вот он и есть отзыв на продавца. За доллар товар. Ну, а человек хочет бесплатно. А человек хочет бесплатно, да. Ну, такие отзывы мы делали, помогали, там, я с вами знакомым делал, покупал. Но это все равно, ну, это реально геморрой. Я не являюсь покупателем Амазона. Для меня вот это вот там, блин, все на английском, а не то так интерфейс, то эдак, блин. Куда нажать, что нажать? Там снимает все автоматом, пулеметом. Да, за фидбэк все понятно, но просто, ну, это все то же самое время. А фидбэки, понимаете, если человек еще за товар просит, ну, тоже мы фидбэки цепляем, бывает, к какому-то хорошему товару, что ли. Так, вопрос, хороший вопрос. А вот мне сейчас предлагают SEO через социоактивность. Это срабатывает? Я на старте сейчас. Я не пойму, это утверждение или вопрос? И что такое социоактивность? Уточните? Я не знаю, не знаю, нет. Если это через Facebook, через Instagram, там, Pinterest и там, и так далее, это одно. А если в соцсети подразумевается, что там есть кнопочка в Facebook, там, Twitter, я не знаю, там, что у них там в Амазоне, через это продвигает, не через Wishlist, то это совсем другое. Из-за этого я говорю. Я могу сказать, если конкретно продвижение через социальные сети, неважно, бывает несколько вариантов. Первый – это через блогеров. Ну, я мало людей знаю, которые имеют такие серьезные товары и вложения, которые надо так продвигать. Я таких вот, честно могу сказать, я не работал. У меня был человек по YouTube, я предлагал, отправлял к нему одного или двух, но так как он живет в Бельгии, там, куча моментов. Доставить сложно. Ну, короче, геморрой. Так и не получилось. Плюс у него детская тематика, что-то мы не нашли. Вот, есть вторая тема, это именно вот эта реклама, группы там и так далее, нагнетать. Можно тематические группы какие-то находить. Где них, кстати, Сулимченко, он находит себе группы, там, распространяет периодически. И вот Дмитрий здесь как раз, он там, я помню, женскую группу свою тематику нашел. Вот, но все равно это работает так себе, кусочками так себе. Ни одного положительного такого серьезного результата нет. Кто на этом живет, например. Мы делали через лендинги, через предварительные, например, делали в Фейсбуке рекламу, связанную с этим, как это называется-то, ну, когда еще товар не приехал, предпродаж, так скажем. То есть, на будущее. Все прогорело, ничего не сработало, ни разу. И у многих так. То есть, я, так, значит, уточнение. Вопрос это блог, форум, социал-медиа, маркетинг, социал-медиа, шаринг, Фейсбук, Твиттер. Ну, вот я из этого говорю. У меня, к сожалению, не сработало. То есть, ни ссылки, ни что. Кусками, да, попали мы в какую-то тематическую группу. В этой группе интересен наш товар. Ну, то есть, сделали выкуп. Все. Или объявление провалилось, или, соответственно, просто люди, те, которые там есть, емкость рынка ограничена, они купили там, я не знаю, по шапке зимней. Ну, и все, больше или по перчаткам, или по очкам. Больше мне надо. Вот. Если говорить именно о внешнем трафике, именно полном, полноценном внешнем трафике, за который платим и специалисты, и, соответственно, тому же Гуглу и Фейсбуку, к примеру, то у нас ни у кого не сработало. То есть, я не знаю ни одного человека, кто на этом заработал. В ручном режиме так, более-менее, немножко через Фейсбук, через группы, да, продают. Подскажите, пожалуйста, удалят ли отзывы, если покупатель купил товар со скидкой от DC до 50%. Это у нас опять вернулись к купонам. Я не знаю. Ну, я оставлял не удалить. Я специально купил у китайцев по скидке, сейчас еще раз окупил за 2 цента. Я специально напишу отзыв, нормально, с 20 пробелами, со всеми этими делами. Просто мне интересно, удалят или нет. Я до этого, тем временем, тоже был купил по скидке товар, не удалил. Но это опять же таки... Это лотерея, просто нет. Самое важное, самое важное, еще раз говорю. Ну, я не понимаю, в чем вы там сэкономите. Ну, просто не могу понять. Если у вас стратегия просто тупо сэкономит на том, что вам все равно вернется, на Фе Амазоне сэкономит. Сэкономит. Но это есть у нас тут один, который канал у него целый. Он там рассказывает, как Амазон можно обмануть. Вот здесь как можно обмануть, вот здесь как можно. Это из этой же серии. Но это беспонтовая возня вот с этими купонами. Не факт, что отзывы напишут. Если вы идете на Амазон, имейте в виду, что в любом случае вам надо тратить на маркетинг. При любом раскладе. Индусы будет, ППЦ. Ну, просто там, ППЦ, это, грубо говоря, 20-30 долларов в день минимум. Минимум. Это, считай, до 1000 долларов на старте, не заработав еще ничего, вы на ППЦ в течение месяца можете потратить. Естественно, вы можете отбить. Но можете не отбить. Вот. То есть, это все затраты. И реклама затраты, и раздача товаров затраты, и фотограф затраты, и доставка. Все затраты. Но если человек приходит и считает, что он там положит сейчас на витрины Амазона свой товар, и получит еще какими-то ухищрениями 15 отзывов, запустит ППЦ, но это утопия. Это вообще не бизнес, это бред. Что за 20 пробелов? Я, видимо, что-то не знаю, как писать. Расскажи. В отзыве должно быть не меньше 20 пробелов. Ну, 20 слов там. То есть, раньше писали наоборот, маленькие, перед Новым годом старались, небольшие, неизначай уже. Сейчас как бы отзыв должен быть неизначай, но не совсем короткий. Не просто все хорошо мне нравится, а хотя бы расписать какую-то историю. Нет, все понятно. Скидка, например, там. У Амазона правила стрёмные, если честно, потому что когда до 3 октября было разрешено за отзывы делать выкупы, ну, то есть раздавать купоны и получать выкупы, были правила официальные. И что? Когда на них удалили, мне в декабре или в январе, в январе месяце удалили все эти, у меня удалили больше 200 отзывов за там, за две волны. Ну и все. Задним числом они правила меняют. Зачем? Я понимаю, когда товары, например, вы делаете в лисинге вот эти купоны, то есть открываете для людей, то есть купил не больше, больше двух, больше шести, там больше десяти, и делали там эти 5, 10, 15, 20 скидка. Это нормальная скидка, вот эта мотивационная скидка единственная, которая нормальная. Вторая скидка, ну, наверное, вот небольшие купоны там при покупке товара, например. Я говорю вам, в прошлый раз мы говорили в Лаве, что можно даже на коробке их печатать, есть купоны просто создать заранее и на коробку фигачить. То есть без ограничений там 10% на товар, например. Или что? Ну, можно подумать над этим креативом. Да? Не знаю, 50%. Сегодня Амазон 50% разрешает, завтра скажет только 30% или 20% или 15% и заберет ваши все отзывы. Я на тот момент сразу вот так просто в два раза 2,5 тысячи долларов потерял. Вот и все. Из-за этого, то, что сейчас можно, не факт, что будет потом можно. Из-за этого органика есть органика. Я вам могу сказать одно. Я раздавал до 50 товаров в день по купонам. Вот. И могу сказать, что раздача, если бы я в те времена знал по органике, вот через людей, через органику, через выкуп, через 100% выкуп без купонов, если бы я знал, что как надо правильно делать, эффективность больше, чем в 10 раз выше. И по деньгам, если ты делаешь вот так, даже платишь людям, это дешевле. Вы просто возьмите калькулятор и посчитайте. Мы раньше раздавали за 1 цент. Основная масса. А вначале начинали вообще за 0. Потом нам сказали, что надо продавать, а не отдавать. 0 это типа отдача, 1 цент там раздача. Ой, раздача 0, а продажа 1 цент. И потом мы постепенно поднимали. Доллар, доллар 99, 2,99, 3,99. Даже при этих раскладах выгоднее тупо за органику продать и вернуть бабло. Все. Чем вот эффект, я имею в виду, КПД, выхлопа. Как товар двигается. И отзывы ваши, опять же. Verify и не verify. Две большие разницы. Вот. Я уж молчу. Если уж нормально отзывы делалось, уж тогда уж лучше через 100 превьюеров. Они, конечно, говнистые. С ними тяжело работать и все остальное. Но они реально пишут отзывы. То есть у меня от них приходило, я им писал. Если не трудно, напишите, пожалуйста, видео или фото отзыв. И где-то процентов 30 видео было и, соответственно, 70 фото. Потому что они работают качественно. Один, конечно, мне попался, нехороший негодяй. Вот. Которым, видите ли, я грузил о том, что быстрее мне напиши отзыв. Хотя я вложительно нормально написал. Всем. Вот один козел попался. И написал гадость. Ну и все. Так, что у нас тут? Давай прочитаем. Неужели в Амазоне реальные люди читают отзывы? Фильтруют, если отзыв толковый или не очень. Абсолютно. Я на Яндекс.Маркете покупаю вещи. Покупаю там технику и все остальное. Я читаю отзывы. Я загнанный человек. Ты загнанный уже читаешь? Нет, я все подряд читаю. Мне плевать, негативный, не негативный. Я читаю все подряд. И пытаюсь вытянуть реально в сухом остатке. Читают ли люди отзывы? Я могу сказать, вот, например, если мы говорим, да, читают. Читают ли американцы отзывы? Неужели в Амазоне реальные люди читают отзывы? И фильтруют, есть ли отзыв толковый или не очень. Однозначно. Голосуют и фильтруют. Они не верят даже. Они даже не знают, что так. Дмитрий, он написал сейчас короткий отзыв, говорит, прокатило. Ну, в любом случае, потом удалить. Потом может... Короче, смысл такой. Смысл такой, да. Если мы здесь живем в режиме такого жесткого наебалова, по большому счету, то там живут люди наоборот. И мы никогда их не поймем. Пока там не поживем очень долго. И общаясь со многими людьми, которые туда уехали, реально об этом и говорят. Мы совершенно разные люди. Там живут, ну, по крайней мере, спокойно. И из-за этого они там не работают на Амазоне и этим не занимаются. А у нас жесткий беспредел. И для нас нормально, что мы вот здесь все обсуждаем в реальном эфире, как обманывать Амазон. Да, то есть, ну, это полный беспредел. Если на то пошел, надеюсь, что как бы это самое... Они нас поймут. Вот, если поймут, в принципе. Вот. В любом случае, и в нашей группе, Дмитрий, ты сам знаешь, всегда можно писать и забанить. Я говорю, по отзывам я постепенно хочу перевести в ту группу. Надеюсь, меня многие услышат, потому что не хочу здесь захламлять этими отзывами, а туда хочу именно свести, действительно, сделать полноценную, нормальную группу. Постепенно ее вывести на тот уровень, чтобы она, действительно, просто человек пришел, написал мой товар. Я хочу отзыв. Все. Если какие-то проблемы, написали Сергею, Сергей удалил. Если мы просто это будем группу, так скажем, вести, это просто будет полезно для всех. Вообще, абсолютно для всех. Вот и все. То, что отзывы фильтруют, то, что их читают. Ну, я лично читаю. Даже у нас здесь мне там купоны приходят, там, напишите нам отзыв, там, вот вам 200 рублей. Мне что, трудно писать, что? Ну, то есть, магазин, вот, например, по СМСке. То есть, купил у них товар, и они, соответственно, пишут. Так что, везде одно и то же. Алиэкспресс такая же фигня. Он постоянно присылает какие-то или подарки, или те же вот эти купоны. Также интересно все это, как это все происходит. Так что, однозначно, однозначно, могу сказать точно. Я понимаю, когда покупают товар, то есть, когда мы попадаем в трафик, к которому мы стремимся, на нас внимание обращают, в первую очередь, по фотографии. В вторую очередь, нас обращают внимание по соотношению отзывов и звездочек. То есть, звездочек и цены. Кому-то нужна цена. У кого-то положительная, так скажем, положительная история о том, что человек купил дорогой дешевый товар, оказалось то же самое. У кого-то это отрицательно. У кого-то, например, наоборот, звезды. Он верит или не верит звезды. Но в любом случае, это вот самый главный баланс. Это процентов 95, наверное. Тайтл, что там написано, поскольку, поскольку. Главное, чтобы понятно было, что это за товар. Ну, если он там комплект, набор, там штуки, размеры, вес и так далее. Вот. Все. Когда человек переходит уже во внутрь, так скажем, товара, он уже смотрит. Мы проверяли даже внутренние фотографии, вот эти 7, вот эти фотографии. Да мы ставили на третью фотографию номер купона, 10%. И никто им не пользовался. Вот. И будем дальше экспериментировать с этим делом. То есть, показатель того, что просто этими купонами не пользуются, который купон вот это большее количество, там, больше двух купить, больше шести, там, десяти и так далее. У меня, я вообще просто микро покупали. Вот. Ну, вот есть второй вариант, именно фотографии эту штуку воткнуть, проверить там, как это будет работать. Потому что реально, если кто оптом хочет продавать, и товар такой именно подходит к этому. Это интересная тема. Ну, вот. Там уже на, смотрят опять же фотографии, смотрят, конечно, тайтл. Буллеты я из-за этого делаю короткие, чтобы именно просмотреть зрячее, так скажем. Не читая, было понятно главное его преимущество. Но самое главное там, это вопросы и отзывы, как раз на первой странице. Если у вас на первой странице отзывы с видео как раз, это тоже хороший плюс. Если у вас главное отрицательный отзыв на 3 звезды, его там проработали, и убрали всякий негатив, оттуда, как я вам тогда делал, туда и видео засунул, и отзыв классный написал, написал. Амазон долго доставлял. Три звезды. То есть, в любом случае, очень большое значение имеет, чтобы у нас эти отзывы были на первой странице классные. Потом уже там можно в любом случае варьировать, конечно. Так, дальше что у нас тут? Кто тут вырос, они доверчивые. Так и есть. За исключением приезжих. Ну да. Инопланетяне у нас живут. Наверное. Если у меня аккаунт продавца, я открою аккаунт покупателя на жену с того же компа, чтобы делать все, проблем не будет. Я лично таких отзывов много делал. Раньше я надеялся в Россию. Да. И на покупателя, и на продавца. Ну, я так не сделал. Я сделал в другом браузере. Вот, даже там випенку поставил. Ну, такой простой, там броусек какой-нибудь. Вот. И делал покупки, делал отзывы вообще без проблем. И я с того аккаунт, то есть, все время так и делаю. Ну, единственное, браузер поменял и випенку поставил. Ну, я остался в браузере, потому что сначала начали писать отзывы, а потом уже... Ну да, то есть, я просто вот так сделал из-за этого у меня как-то это... с женой аккаунта без проблем. Ну, мне сразу предложил по... Денис, честно сказать, Дмитрий пишет, некоторые американцы читают только исключительно негативные отзывы. Согласен. Поэтому мне приходилось заказывать трехзористов на свой товар. И это тоже. Это все микромоменты. Да, это все микромоменты. Никто не спорит. И мы в любом случае, что и русские, и украинцы, русскоговорящие, так скажем, население тоже есть и доверчивые. Рыбий жир там покупают, чтобы вес сбросить. Там, я не знаю, всякие бады пьют. И недоверчивые, которые вообще никому ничему не верят. Так что все по-разному. Тут ничего не скажешь. Все люди разные. Просто сам факт, в любом случае, вы там живете, у вас по-другому. У вас все по-другому, реально. Денис, честно сказать, некоторые так. Да, кстати, вот вопрос. Я создавал аккаунт покупателя. Купил пару товаров и забыл про него. Потом создал другой на покупателя. И на это сделал на продавца. Ничего не будет? Кто в курсе? Я не знаю. Я знаю, у меня жена отзывы пишет. Постоянные ей вопросы какие-то пишут. А вот так, а вот эдак вот. А вот так и вот эдак вот. Она уже устала ответы писать. Ну вот, так что эдак, да. Я считаю, в любом случае, Амазон обожает покупателей. И никто там загоняться не будет, что там за вами кто-то с палкой бегает, если вы там 3-4 отзыва написали. Люди в день десятками пишут отзывы. Вот их фигачат, а не нас. Тем более, что такое 50... Ну, нам так не пишут, конечно. Да, что такое 50 отзывов? Ой, 50 долларов, например. А сейчас 35 опять вернули, да? Это 2-3 товара супер дешевых или один приличный, обычный. Ну, то есть, 2 товара и все. То есть, особо никаких проблем нет. Это переделать вообще делать нечего. И, соответственно, эти все и пользуются. Открывает левый аккаунт, из них фигачат, закрывают и новые айпишники, и все по-новому. И опять же, тоже Амазон по-любому будет все это считать. Если увидишь, что новый аккаунт, недавно организованный, туда-сюда и пришел отзыв, и, например, там больше покупок повторяющихся не было, тоже все это, они усложняют свою программу. То есть, все правила пишутся кровью, как всегда. То есть, ничего не меняется. И у нас также правила эти крови пишутся. И там то же самое. Из-за этого то, что было, например, год назад, полгода назад, изменилось. Амазон растет. По три там всякие нюансы растут. Покупатели возмущаются, вот как мне рассказывали по поводу этого, по поводу индусов, что Амазон жестить так начал. Ну, я не знаю, в том году, в феврале месяца тоже чистили за то, что двигали через Buybox, то есть, делали фейковый аккаунт, и через них делали фейковые продажи, так продвигали товар. То есть, всегда есть какие-то ухищрения. И сейчас я знаю, мне, по крайней мере, говорят, что есть люди, которые двигают по-другому. Но они в основном двигают свои товары. То есть, они на общее обозрение это не дают. Ну, наверное, я так как не разговаривал, не видел, не слышал, не понимаю, из-за этого ничего не могу сказать. Вот дружественные SEO есть, попробуем их. Если найдутся, сорви голову, которым терять нечего. Вот. Из-за этого, если там невеликие деньги вложены, и попробовать потестить, можно было, почему нет. Еще раз говорю, по деньгам это, ну, вообще ни о чем. На PPC потратите столько же, плюс индуса, плюс там то и сё. Тем более, они туда же, насколько я помню, еще и отзывы фигачат. Ну, надо с ним, конечно, разговаривать. Так, ну, отзывы Амазон, конкурент одна звезда. Так. Не пойму. Ну, отзывы Амазон, конкурент одна звезда. Не удаляет при этом даже с доказательной базы. Ревью с чужим, фото, ревью раньше, доставки с аккаунта, Just Launched. Да там много моментов. В любом случае, надо засыпать. Это все. Отзывы, это такая. Я не знаю, сколько, конечно, у вас времени и здоровья вот с этим связывается. У меня товарищ, он из 5-5 отзывов удалил. Вот. Ну, просто там, ну, он сколько времени убил на это. Он в этом отношении еще придачу специалист. И 5-й отзыв он удалил таким образом, что он сделал поддельное письмо от Амазона этому чуваку, нашел его почту, отправил. И тот и просто обосрался и вообще все отзывы убрал. Вот. Ну, ну, я, если вы умеете так делать, я не умею. Мы там, он мне объяснял, объяснял, я что-то как-то это. Мне проще засыпать, там, потратить, я не знаю, там, 3-4 отзыва кинуть верифай, например, там, и 3-4 отзыва сразу кинуть не верифай. Все, засыпали. Понятно, что бывает, честные наши, в кавычках, конкуренты, нас засыпают, там, в день, там, по одному, по два отзыва. Ну, значит, бюджет трати меньше, засыпаем также по одному, по два отзыва. Вот и все. Вот. Ну, бороться это без толку. Да, если правила Амазона, если есть ругательства, почитайте внимательно правила, на них можно аргументированно написать, но Амазон это... Кто пишет, однозвездочного отзыва, наверное, справильно его пишет. Ну, бывает, нет, ну, Валентин же убрал все. Реально, он там связал, например, связь показал. Так, у нас, короче, контакт РО. Спасибо.